Дорогие друзья, как я всегда говорю перед началом любого совещания, почему собрались, зачем встретились. Я хочу, чтобы вы из первых уст услышали о нашей национальной политике, религиозной политике в предстоящие месяцы, годы, может быть и навсегда. Это зависит не от нас, это зависит от всех вас. Мне приходится часто встречаться с разными людьми, но с советских времен я не привык делить их по национальностям. Для меня неважно, где кто родился, я ценю в людях прежде всего порядочность, доброту, трудолюбие. Да и белорусы лишены чувства национального превосходства, так как знают, что значит бороться за свою культуру и веру. В нашем обществе нет разговоров о титульной нации. Нам чужд опыт деления по национальному признаку на граждан и не граждан, как у некоторых наших соседей. Идея народного единства пронизывает всю нашу историю. Здесь испокон веков находили приют люди, бежавшие от религиозных войн, междоусобиц, гонений. А в дни лихолетия они объединялись с местным населением, давали отпор врагу, побеждали и, сообща, строили свое белорусское счастье. Таков ключ к пониманию шифра жизни на нашей земле. Не случайно сегодняшняя встреча проходит канун самого молодого, но очень знакового государственного праздника – Дня народного единства. Поддержание межнационального мира – один из приоритетов государственной политики. И что там греха таить, мы этим гордимся. Конституция нашей страны, вы это точно знаете, гарантирует иностранным гражданам и лицам без гражданства те же права и свободы, что и гражданам нашей страны. Каждый имеет право сохранять свою национальную принадлежность, а оскорбление национального достоинства преследуется по закону. На белорусской земле в мире и согласии, в духе добрососедства, трудятся, создают семьи, растят детей, представители 156 национальностей. Здесь все они становятся нашими и даже моими, как я часто говорю, моими русскими, моими украинцами, моими поляками. Так было, так есть и так будет всегда. Более 600 лет назад к нам пришли евреи, гонимые, преследуемые в различных уголках мира. Тут они обрели возможность свободно, спокойно жить и вплоть до Великой Отечественной войны по численности уступали лишь коренному населению. Что говорить, белорусская земля стала колыбелью для трех президентов государства Израиль. Залман Шазар, Хаим Вайцман, Шимон Перес, помните эти фамилии. Одновременно с евреями на нашу землю пришли татары. Уникальный народ, храбрый, справедливый, воинственный. К нам он пришел с миром по приглашению местных князей, чтобы помочь защитить наши земли. Перековав мечи на орала, татары внесли большой вклад в развитие материальной и духовной культуры Беларуси. И сегодня город Ивье, один из центров их компактного проживания, по праву славится своими успехами в экономической и духовной сферах. Успешно обустраивают здесь жизнь представителей азербайджанского народа. Олимпийскими и мировыми достижениями нашу страну прославляли командар Маджидов, Натик Багиров и многие другие. Эти фамилии вы все знаете, этих людей тоже. Важное место занимает армянская диаспора. Достаточно сказать, что одним из первых руководителей Белорусской Советской Социалистической Республики был армянин Александр Мясников, по-нашему Мясников. Многонациональный Дагестан в Беларуси представлен 17 национальностями. Мы дали возможность начать новую мирную жизнь гражданам Афганистана, Палестины, где долгие годы не прокращались вооруженные противостояния кровопролитиям. К примеру, когда люди со всех уголков мира обретают в нашей стране вторую родину, не перечесть. Порой складывается впечатление, что приезжающие к нам народы оставляют взаимные распри, упреки и обиды на приграничных пунктах. Как говорят в Беларуси, у порога хаты. Как еще объяснить, что здесь находят общий язык, живут миры и согласия арабы и евреи, азербайджанцы и армяне, грузины и абхазцы? Объясните, я знаю, чем. Потому что все вы стали нашими, вы стали белорусами. Мы вместе празднуем День Победы и День Независимости. Храним память о представителях всех национальностей, которые помогали нам освобождать, а затем восстанавливать разрушенные фашистами города и села. Эта память увековечена в названиях проспектов и улиц населенных пунктов. Имена героев присвоены паркам, скверам, учреждениям образования нашей страны. Мы абсолютно открыты и будем открыты для всех, кто приходит к нам с чистыми помыслами, с миром. Поэтому белорусам сложно понять, что движет европейскими элитами в их стремлении отгородиться и вновь выстроить железный занавес. Помните, в чем они нас постоянно упрекали в советские времена. Понимая, что это путь в никуда, в ответ мы предпринимаем для кого-то неожиданные, но естественные и понятные для нас шаги. Мы, наоборот, открываем границы и обращаемся к народам Европы напрямую. К счастью, они нас слышат. И самое интересное, что приезжая к нам, эти люди становятся все большими патриотами белорусами, чем мы сами порой. Дорогие друзья, у каждого из вас своя история. Своя судьба. У кого-то, к сожалению, своя беда. Пройденные вами испытания, преодоленные трудности, победа над обстоятельствами вызывают глубокое чувство уважения и искренней симпатии. Я очень надеюсь, что на нашей земле вы и ваши семьи обрели мир и благополучие. И коль мы собрались в таком составе, хочу услышать вообще, как вам живется в Беларуси. Есть ли какие-то проблемы. Может быть, системные проблемы, которые мы в будущем должны решить. Вы знаете, что в Беларуси говорят маленькая, небольшая и прочее. Но поверьте, здесь места много. Мы можем прокормить вместе с вами еще такую же численность. Поэтому мы в будущем будем заинтересованы в том, чтобы ваши близкие, знакомые, родные, по духу люди приезжали к нам в Беларусь. Подчеркиваю, вы наши люди. Что касается меня, как президента, я это не скрываю, никогда не было случая, чтобы вы где-то меня не поддержали или бросили в одиночку. Вы даже порой задаете тон нашим беларусам. И добрым, и хорошим людям, и тем, кто сбежали. Вы для нас самая настоящая ценность. Поэтому таких, как вы, мы всегда ждем в Беларуси, готовы содействовать вам в вашей жизни. Если случилась беда, поверьте, мы сделаем все для того, чтобы вы, но если ее не забыли, то каждое утро не просыпались с этой бедой. Спасибо вам за тот мир и покой, который вы дарите нам в Беларуси. Спасибо вам за тот патриотизм, который вы проявляете. Я абсолютно убежден, что вы, так же, как и все беларусы, коренное население, цените и любите нашу землю, вашу землю.